Первый вопрос связан вот со сложным процессом договоренности об этом интервью. Не только мне, а многим другим журналистам уже несколько месяцев вы отказываете в каком-либо общении, отвечая всегда одно и то же. Хотите что-то узнать, смотрите блог. Я не хотела давать никаких комментариев и прошу понять меня и сейчас, журналистов, моих коллег, потому что эта работа очень важная, она не до конца закончена. У вас были какие-либо неформальные встречи с кем-то из администрации президента, с Вайной? Я встречалась с Владимиром Владимировичем Путиным, потому что он был одним из людей, кого я интервьюировала для фильма о моем отце. На тот момент, когда я встретилась с Владимиром Владимировичем Путиным, у меня не было идеи, у меня уже было принятое решение. Я выбрала для себя этот путь и я знала, что я это сделала. Мне не надо ни с кем советоваться, не надо предлагать какие-то идеи. Я независимый человек. Вы же сами понимаете, что вас выпустили по личному распоряжению Путина. Мне показалось, я не настолько близко знаю реакции нашего президента, мне показалось, что ему это не понравилось. Но смотрите, тут же появляется огромное количество сразу обвинений в том, что все это проплачено Кремлем. Я еще не оценивала конкретные какой-то суммы. У меня уже есть люди, которые готовы дать изначальное финансирование. Призываю их и сейчас тоже сделать заявление и публично себя назвать. Вот у вас есть какая-то чистая позиция, понятные люди? Несмотря на то, что я действительно одна в этой ситуации против всех, я использую это эфирное время именно для того, чтобы рассказывать о тех расследованиях, о которых не расскажут по федеральным каналам, рассказывать о том беспределе, который происходит и о которой творит власть. Но что с точки зрения сущностных смыслов развития экономики России и политики России вы можете противопоставить Путину? В любом случае, мне кажется, что демократы отличаются от коллективного Путина как раз тем, что они бьют в разные точки этой власти на общий выигрыш. Крым возвращаем или нет? Вы не боитесь, что власть вас испортит? Моя задача в этой компании не пиарить себя, потому что у меня и так огромный рейтинг узнаваемости. Моя задача объяснить людям, что у вас есть возможность проголосовать против всех, что против всех это и есть голосование за Ксению Собчак. Продолжение следует...